Я считаю, нам не стоит переоценивать роль данного визита, так как объективно все военные аспекты, они координируются, решаются на уровне военных ведомств двух стран. Учитывая то, что в России там уже довольно обширное военное присутствие, наверняка Владимир Путин оттуда получает более детальную и объективную информацию касательно всей военной операции. Эта встреча носит символический характер по нескольким причинам. Во-первых, это своего рода, опять-таки же, пощечина Западу, потому что Башар Асад там нерукопожимаемый, и буквально лишь только после Генассемблеи он начал говорить, что не обязательно вас прямо завтра свергать, может он еще какое-то время, переходный период побыть, до каких-то определенных выборов или переговоров с оппозицией. Во-вторых, это первый визит, насколько я знаю, Башар Асада вообще за пределы Сирии с начала гражданской войны, последний раз в 2011 году. И третье, это еще, конечно же, усиление, можно сказать, переговорных позиций Лаврова, в данной встрече с Керри, о том, что мы не просто там сами по себе что-то бомбим, а мы ведем это все в прямом диалоге вместе с, как они говорят, легитимной, законно избранной властью Сирии в лице президента Асада. То есть мы просто видим, что, грубо говоря, это такая тоже своего рода карта, которая была достана из колоды перед переговорами. И, естественно, может, в какой-то степени это и позлит более мелких партнеров Соединенных Штатов, как Саудовскую Аравию или Турцию, потому что они там больше всего хотят, чтобы данный человек покинул эту должность. Но, как мы видим, его судьба будет решаться на более высоком уровне.